Пять человек из 11 значатся в официальном списке претендентов на пост губернатора Приморского края. Форму избирательного бюллетеня Центр избирком утвердил 25 ноября. И теперь приморцы знают, из кого им предстоит выбирать 16 декабря руководителя региона. Политическую повестку дня обсудили в студии Радио Лема. В гостях у журналиста Андрея Калачинского, политологи Павел Наливайко и Ольга Кишаковская. Они говорят, что подобный разнообразный состав на выборах и следовало ожидать. Мне кажется, это сейчас вот такой прям вполне себе объемный такой список, всеобъемлющий. Но не объемный, но небольшой. Может, кого-то там действительно КПРФ не хватает. Артема Самсонова я бы добавила. Подождите, Артем Самсонов не выдвигался. Почему вы не говорите о товарище Ищенко Андрея Сергеевича? Ну, он пошел в порядке самовыдвижения. Но все равно он же из этой среды, с левого фланга. Мы же говорим о том, насколько выборы представляют персон с разных политических спектров. Андрей Андрейченко, Олег Кожемяка, Игорь Степаненко, Алексей Тимченко и Роза Чемерис. Именно в таком порядке по алфавиту кандидаты и будут представлены в избирательном бюллетене. Региональная власть, говорят политологи, всегда является модератором избирательного процесса. В ходе этой кампании власть использовала административный ресурс во благо кандидатов во время прохождения ими муниципального фильтра. Больше всего ошибок сделал Андрей Ищенко, прямо говорят они. Подписи кандидат собирал в спешке. У него просто не хватило времени их проверить. Компании проходят достаточно сжатые сроки. При этом кандидат, наверное, дает себе отчет, учитывая, что он проходил уже эту процедуру, сколько нужно времени на то, чтобы собрать... Хочется думать, что он дает себе отчет, да. А не просто получил пакет и отнес его. Ну, он же уже, тот же самый Ищенко, он же уже проходил эту процедуру. Он прекрасно понимает, сколько необходимо времени. Но что партия КПРФ, что сам кандидат, они максимально оттянули срок подачи документов на участие в избирательной кампании. Это же почему-то произошло. Документы на участие в избирательной кампании Андрей Ищенко подал только 7 ноября, говорят политологи, в то время как другие кандидаты сделали это 26 октября. Ищенко не хватило сторонников или он не уложился во времени, сегодня можно только предполагать. Но объективно больше всего ошибок при сборе подписей было допущено им. А именно задвоение подписей, предоставление подписей лиц, не являющихся депутатами, неправильно указанные сведения о доходах и должности представителей общественной организации. Может, политически грамотный Андрей Ищенко намеренно шел на снятие себя. В субботу избирательной кампании сказал, что проверялись также подписи, которые Ищенко собирал как самовыдвижение. То есть он подал 7999 подписей, и из них более 30%, точнее 33,8% были брак, фальшивые и так далее, то есть с нарушениями. То есть даже если бы не было муниципального фильтра, Ищенко бы не смогли зарегистрировать, так как он не добрал необходимого количества подписей. Результат сентябрьских выборов, говорят политологи, это рост протестных настроений после предложенной правительством пенсионной реформы. Народ не стал выходить на улицы, а проголосовал. Это говорит о политической грамотности населения, когда на принятие решений влияют цивилизованно. Никто из экспертов тогда не мог предсказать взлеты Андрея Ищенко. Как сегодня не могут предположить, кому 16 декабря будут в плюс голоса недовольных реформой. Однако политологи считают, что протестные настроения в крае снизились до минимума, а поддержка у власти, которая вышла на диалог с народом, возросла. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.